В общем, наверное, не такой уж и добрый этот вечер, но лучше бы собираться по другим поводам. Но Анька правильно сказала, что надо с этим что-то делать. И мы постараемся сделать так, чтобы все вокруг нас были живы, по крайней мере, пока живы мы. Это ведь не только воспоминания, это и в принципе наши жизни как-то так вот вышли из жизни наших друзей. Леша Яковлев, он появился для меня в вообще-то незапамятные какие-то времена, в 1988 году, вскоре после моего знакомства с Андреем Полонским. Мы, по-моему, у него же и на квартире у Полонского познакомились. Тогда меня окружало довольно много разных людей, полубезумных, восхищенных и восхитительных, сумасшедших, надежных, ненадежных. Но Яковлев меня поразил какой-то глубокой внутренней верностью и ясностью. От него прямо волнами исходила какая-то внятность, которой мне безумно не хватало в те годы. И хотя я не вполне был уверен, что наши предпочтения в музыке или в поэзии с ним совпадали, но я чувствовал, что совпадает что-то самое главное, наша волна, на которой мы живем. Леха, в отличие от меня и большинства моих друзей, отслужил в армии. Только что, в общем-то, он пришел из армии тогда. И с необычным для армии опытом он в армии, насколько я помню, работал, служил на глушилке. А глушилка – это такая штука, если кто не знает, это радиостанция, которая должна была глушить вражеские голоса. И кроме всей этой аппаратуры, мощных передатчиков, которые глушили всю эту западную гадость, там еще были отличные радиоприемники, чтобы эту гадость отслушивать и выбирать, какую глушить. И вот, Леха прекрасно проводил там время, потому что он в течение двух лет наслушался самых замечательных вещей из последних набиток рок-н-ролла. Там с приемом было идеально. Так что и за ним он, я же, пришел с улучшенным музыкальным образованием. И кое-что мог нам рассказать и показать. Хотя это был уже 88-й год и более вегетарианское время, но все-таки мы были менее в курсе, чем он в современной музыке. Леха, потом мы поехали с ним в путешествие на Белое море. И там уже отдельная история, которая в книжке есть. И потом началась вот эта вот жизнь полубезумная и с пьянками, встречами, музыкой, стихами, которая мне тогда, казалось, будет продолжаться вечно. И она и правда продолжалась вечно до этого года. Хотя с перерывами, но и перерывы не важны. Когда мы снова встречались, эта жизнь продолжалась. И мне кажется, что она будет все равно и дальше продолжаться, потому что как-то где-то внутри я с ним все равно встречаюсь. До сих пор вспоминается буквально внезапно. И я вижу иногда его лицо, вот это вот скептическое иногда выражение. И я чувствую, вот так бы я как бы на это посмотрел. Вот. А вообще-то я познакомился с Лешей через Андрея Полонского, моего лучшего друга, который, к сожалению, не смог сегодня приехать. Он в Питере, там, своя мясорубка у него делал и забот. Но он очень просил прочитать несколько своих текстов в этот вечер. А вообще-то музыка группы «Факт» и все практически за двумя исключениями песни написаны на стихи Андрея Полонского. Собственно, он у истоков «Факта» и стоял вместе с Лешей. И сегодня я несколько его стихотворений прочту. Как раз это стихи эпохи форпостовской, наверное, первого форпоста, начало самого. Это, по-моему, не изменяет память из цикла «Понт» Андрей Полонский. Спускаясь в долину, мы видим сады, блаженная почва. Здесь символ награда, покрой покой за труды, предвечный, бессрочный. Здесь гной шел из ран, изнуренная плоть от гноза гудела, когда на вершине ты ждал, что Господь возьмет твое тело. Спускаясь в долину, мы видим сады, но только не звезды. Дорога здесь мягче, оставишь следы и будешь опознан. Здесь властвует страсть, пирс заломанных рук, забвение меры. Отчетливый запах, все дышит вокруг, лаванды и серы. Лаванды и серы, лаванды и серы. Спускаясь в долину, мы видим сады. Еще одно. Девятиклассник. Девятиклассник. Птицы устают плавать, карликовые пинчеры устают лететь. Над городом закат догорает, повесятся, какая ненадежная твердь. Мой старший брат преподает к истокам, ему нравится бытие. Он преподал уже к стокам, е-мое. Мой дядя разглядывает витрины и рассказывает, где что не так. Он вошел почти все магазины. Дядя любит коньяк. Я люблю школу. Правда, в школе любят меня не всегда. Лучшее место для укола падающая звезда. Когда карликовые пинчеры перестают лететь, птицы перестают лаять. И эта слишком ненадежная твердь подыхает. И еще, это тоже как раз, по-моему, 88-й год баллата. Я мечтал когда-то, чтобы на мостовой росли цветы. Не умирали солдаты. Не торжествовали скоты. И скотобойни, между прочим, тоже сошли бы на нет. В том мире, которого нет. Все обернулось иначе. Невеста плачет, хлеб горчит. Последние волосы стыдливо прячут. Похудевшие бородачи. Надо заработать на жилье и харчи. Многие попривыкли, что человек одинок. И не испытывает фрилав рытвенными отечественных дорог. В районной гостинице заварить чай. Бросить пакетик в крутой кипяток. Ты не обламывайся. Ангел над ухом кричал. Это Иркутская область. Это еще не Восток. А некоторые счастливцы. Дуют в дуду на картонных улицах. Катманду. Это иркутский фильм Андрея Полонского. Ну и немножко я прочитаю одно маленькое стихотворение тех примерно тоже времен. Мое и последнее, посвященное Лёше, которое написано туда, когда я узнал, что он умер. Я сдохну, как собака, ошейник потеряв, на жирной клумбе мака в халяве исходяв. И кто расскажет детям с мозгами на бекрень о том, что вечер светел почти как божий день, о том, что стройки пара уносят суховей, о том, что нету дара блаженства тормолей. И последнее, вот то, что пришлось написать, лучше бы не писал. Мы где-то далеко от точки А. Там было каждый день, каждый день солнце. Нет, московское свинское небо. Покурить, выпить, музыка, в которой ты жил, никаких нот. Музыка, это железка, струна, медная тарелка, перепонка барабана. Музыка, это наши мышцы, музыка, это мы с тобой. Мы где-то далеко у точки Б. Тут есть много лет, много лет, московское свинское небо. Нет, мы не поднимаем голову музыка, в которой ты жил. Никаких нот. Музыка, это трек, цифры и точный расчет. Каждый день, каждый день жизнь расписана по аккордам. Музыка, это мы, это наши гибнущие клетки. Одна из них даст новую жизнь. Спасибо.